Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Спасибо, что заглянули! Давненько у нас с вами не было влогов, решила заснять для вас. Вот так вот я проснулась, подтянулась, и здесь ко мне подлизывается такой пацан! Такой пацан, который хочет кушать! Вот когда он хочет кушать, он очень-очень ласковый, очень нежный, просто няшечка. А как только он наелся, всё, он не помнит, как тебя звать и кто ты такой вообще. Вчера, кстати, сгоняла и купила 10 штук вот таких вот рагу. Он нас обожает. Если в день ты не дашь ему хотя бы одно такое рагу, он сухой корм есть не будет. Вообще не любит сухой корм. Что вы делаете, мои хорошие, с этим? Вот сразу настроение появилось у него. В общем, хотя бы один, а лучше вообще два или три я даю в течение дня. Вкусняшки для меня и твикса лежат вместе. Здесь есть кое-что и для меня. Базный альпингольд с чаем прям. Прям вау! Помните, раньше у меня был ящик со сладостями, потом я поняла, что ящика это слишком много. И вот такой вот коробки достаточно. Сейчас буду делать макияж. Нужно выбрать средства, которыми я буду делать мейк. Возьмем эту палетку от Revolution. Она обалденная. Дальше блеск для губ. Тон. Давайте вот этот вот любимый от L'Oreal. Ну, а все остальное из моего проекта Project Pen. Кстати, здесь вот у меня блокнотик. Я каждый день измеряю давление. И после того, как врач прописал лекарство, бабушка уже два дня себя очень хорошо чувствует. Мне кажется, тут сразу напрашивается вывод, стоит ли доверять врачам или нет. Видите, уже два дня бабушка себя обалденно чувствует. У него не поднимается давление. И все это из-за лекарств, которые прописал врач. Поэтому, мне кажется, если у человека есть проблемы со здоровьем, то не бойтесь. Обязательно идите к врачам. Покупайте лекарства, потому что здоровье это самое главное, что у нас с вами есть. Макияж уже готов. Мне кажется, в этот раз стрелки получились как никогда классными. Я их нарисовала жирными. Вот такой вот подводкой. Она от Golden Rolls. Я купила себе таких четыре штуки, хотя одна идет минимум полгода. Просто я боюсь, что снимут с производства. Все, что я люблю, снимают с производства. Это просто какой-то заговор. Все самое лучшее всегда снимают с производства. Поэтому обязательно нужно покупать и оставлять на запас. А еще, кстати, сегодня в час мне привезут мои брюки и топик, который я заказала у моих подписчиц. Обалденные брюки. Просто такая моделька, которой нету нигде. До этого я у них заказывала платье, которое мне очень понравилось. Швы ровные. Прям служить будет годами. Вот теперь уже переходим на брюки и на топик. Надеюсь, что на меня налезет. Немножко боюсь, потому что размер взяла маленький. Там S. Но я думаю, что будет как раз. Обязательно вам покажу. Вот я про это платье. Его тоже я покупала у них. Обалденного качества. Нитки не торчат. Материал приятный на ощупь. Просто вау. В холодильнике увидела два вида йогурта. Вот этот никогда не пробовала. С такими хлопьями. Смотрится очень интересно. И мой любимый Даниси мой. Тут сложный выбор. Какой же йогурт кушать на мукбанке? Я думаю, лучше новиночку. Что не пробовала. Я все разложила. У нас сегодня с вами такие цветные макароны. Огурчик, помидорка, йогурт. Здесь сок из кизиля. И приступаю к съемке. Так, девочки, я только что поднялась наверх. И я вот с таким пакетом. Мои покупочки. Я выпрямляла волосы. И как раз таки посередине, когда я выпрямила ровно половину, мне позвонили и сказали, что мой заказ уже внизу. И нужно его забрать. Я еще сама не видела. Сейчас вместе будем это дело распаковывать. Заказываю я всегда у Ники Бутик. Это девочки мои подписчицы. Купила я за собственные деньги. Девочки, не подумайте, что это реклама. Абсолютно честный отзыв. Я платье получала от них. И мне очень понравилось качество. Поэтому второй раз я уже себе заказала маечку и брюки. Обалденные брюки. Сейчас померю и вы посмотрите. Просто вау. Вот за что мне нравится их магазин. Это качество. Ровные швы. Нигде не торчат нитки. Обалденный материал. В общем, сейчас буду мерить и покажу вам. Смотрите, что он делает. Сразу залез в пакет. И здесь маечка. И вот такая маечка. Но чувствую, что она будет для меня коротковата. Хотя надо померить. Это бренд Shein. Я думаю, что нормально все это дело сядет. Особенно брюки. Мне прям не терпится сейчас померить. Так, я уже одела все. Что касается кофты, она немножко просвечивает. Поэтому придется, скорее всего, купить новый лифчик. Белый. Это нежно-розовый. И он конкретно просвечивает. Сейчас вам брюки покажу. Брюки просто вау. Мне очень нравятся. Я их погладила. Как раз на лето самое то. А больше всего мне понравилось вот этот вот ремешочек. Который сзади. Вроде его нет. Не о том. А спереди смотрится безумно элегантно, женственно. В общем, я в восторге, честно. Девочки, я вам ссылочку оставлю. Если вы тоже хотите себе такие брюки, то переходите и смотрите. Стоят они 40 монат. Еще цвет и материал вообще очень приятный. Подойдет ко многому. Единственный момент. Топик он просвечивает, к сожалению. Не знаю, смогу ли я его носить или нет. Но брюки однозначно буду носить прям с удовольствием. Ой, мои хорошие, я так устала. Смонтировала два видео. Влог. Смотрите аж следы. Следы работы. Следы от очков. Сегодня я не ходила. Я проконсультировалась с Жалеей. Жалеей сказал, что каждый день нужно ходить минимум 10 тысяч шагов. Я уже посчитала. Это получается три круга вокруг дома. Ну, не совсем вокруг дома. Вокруг вот этого региона, где я живу. А еще бабушка сидела. Ей так скучно. Она говорит, мне заняться нечем. Вот бы чем-то заняться. Я хочу пойти купить нитки, чтобы она сидела и вязала. Я знаю, что она обожает просто вязать. Просто последнее время, вы знаете, у нас рядом с домом нитки ужасно подорожали. И реально легче просто пойти и купить какие-то пениточки себе офигенные, чем покупать нитки и вязать из них что-то. Но я пойду куплю не для выгоды какой-то, а просто чисто, чтобы у бабушки было какое-то занятие. Поэтому я сейчас иду ей покупать сначала ниточки, а потом сделаю три круга вокруг дома. Приду домой еще, смонтирую для вас влог. В общем, дело у меня просто в вагон. Так, что же надеть? Вы знаете, уже пора убирать эти все зимние вещи и вытаскивать летнюю одежду. Она у меня недалеко. Сейчас покажу вам вот здесь. Если хотите, я вам покажу весь этот процесс. Буду надевать некоторые вещи, которые особенно люблю в своем гардеробе. Если вам интересно, то обязательно пишите в комментариях. В следующем влоге обязательно разберу, потому что уже на улице жара на самом деле. А я быстренько надену что-то самое такое, знаете, удобное, вольтовое и выхожу. Мне понравились вот эти фиолетовые. Очень яркие такие. Также интересная расцветка желтая. Непонятно, что вязать из этих ниток. Но я всегда бросаюсь на яркое все. А еще мне очень понравились вот такие нитки. Они необычные. Из них очень быстро можно связать. Мне кажется, потому что они такие толстые. Посмотрите, халатик можно связать или какой-то крутой ковер. Хотя, вы знаете, сейчас полно везде всего уже связанного из-за копейки. Но здесь вообще большой выбор, я вам так скажу. Так, я уже дома, мои хорошие. На улице что-то очень холодно. Я сделала всего один круг. Это всего 2 километра. Но зато купила для бабушки вот такие вот ниточки для вязания. Я специально взяла яркие, чтобы было проще вязать. Когда темные, все-таки бабушка плохо видит. Поэтому она меня сама попросила, что возьми яркие. Посмотрим, какие пениточки бабушка свяжет. Хотя не знаю, насколько сочетаются эти нитки. Потому что одна значительно толще другой. Но надеюсь, что ей понравится. Вот так вот. Я уже смываю макияж. Хотя время еще 10. Но пока я смываю макияж, туда-сюда сделаю масочки. Будет уже 11. Что я хочу сказать? Нифига, что я запланировала, я не сделала. Сегодня нужно было сделать маме коррекцию. Я не успела. Хотела себе наконец-то уже сделать педикюр. Я не успела. Надо было смонтировать маме видео. Я не успела. В общем, ужасный день. Я не люблю, когда я что-то не успеваю, что-то не делаю. Сразу, знаете, меня так совесть мучает. Но я должна лечь спать вовремя. Чтобы завтра в 7 опять встать и по новой свои дела делать. В общем, бабушка довольна осталась. Ниточками, которые я ее купила. Выбор, конечно, огромный там был. Я не все засняла. Потому что, скорее всего, вам это не интересно. Но туда заходишь, там такая атмосфера. Тебе хочется вязать. Как будто кто-то тебе говорит, давай, Айка, начни вязать. Я умею вязать и на спицах, и крючком. Просто я не вижу смысла. Потому что в магазинах сейчас за копейки такие крутые вещи. Поэтому, как бы, это бессмысленно немного. Покупала вот такую маску бабушки Агафьи. В общем, она ужасная. Она очень сильно жжет лицо. Хотя мне в комментариях писали, что так и должно быть. Кожа после нее раздражительная, красная. В общем, сплошные минусы. Скорее всего, я просто избавлюсь. Продолжение следует.